Несмотря на сомнения отдельных участников праймерис в регионах, речь о возможном давлении на избирателей, председатель самой крупной палец силы России Дмитрий Медведев считает, что процедура, как обычно, прошла максимально легитимно. Оно по всей стране прошло по наиболее демократичной, открытой, так называемой первой модели. Каждый желающий, каждый проживающий на территории избирательного участка мог принять участие в выборах своего кандидата. Главное открытие как для самих единороссов, так и для всех, кто принял активное участие в голосовании, почти половина победителей праймерис не члены партии. Как правило, это молодые, амбициозные сторонники различных общественных движений, пожелавшие попробовать себя на политическом поприще. Только Единая Россия, пока это единственная из всех партий, проводит столь широкую и открытую процедуру. В том числе подтверждая, что они боятся конкуренции внутри своей структуры. Вместе с волонтерами придет обновление, уверены старые партийцы. Именно с ними люди часто делятся своими проблемами и чаяниями. Они становятся лидерами общественного мнения. Избравшись в Госдуму, волонтеры получат дополнительный, очень серьезный механизм претворять в жизнь положительные изменения. «Общественнику реально стать политиком. И так я могу гораздо больше сделать для своей малой родины и для других сел страны». Прежде чем что-то обещать, необходимо все досконально взвесить и просчитать. Напутствовал отобравшихся на праймерис кандидатов Владимир Путин. Дмитрий Медведев отметил, проект предвыборной программы утвердят на съезде партии 19 июня. А после съезда программу вынесут на широкое общественное обсуждение во всех регионах страны. Продолжение следует...